Нургуль Калаганова 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 Мы стопроцентно ответственны за свое эмоциональное состояние. И, как говорится, отсюда и танцевать и нужно. Если, вот мне нравится индийская пословица, да, на Бога надейся, но машину закрывай. То есть, знаете... В России звучит как на Бога надейся, но сам не плашай. Да, да, из этой примерно оперы, потому что, знаете, сидеть и уповать на Бога, это, конечно, в принципе, неплохо, но если ты уже на уровне 9D. Сейчас момент трансформационный, момент перехода из нашего привычного образа жизни, из нашего привычного эмоционального состояния, когда мы мгновенно вспыхиваем, мгновенно реагируем, несем какой-то негатив, зомбируемся через этот телевизионный ящик, когда мы окружаем себя плохими новостями и почему-то считаем, что плохие новости – это, в принципе, наша жизнь, то нет, абсолютно нет. Мы должны быть на позитиве, фокусироваться на позитиве. Но у меня где-то есть и уже присутствует эта философия. Я человек солнца, и я в нужном месте, и получаю нужные знания, необходимые, которые я как сосуд сейчас наполняюсь, и я очень надеюсь, что я стану через год спикером и стану ученицей мастера. Спасибо за такой развернутый ответ. На саммите очень много людей подходило и просили сделать какое-нибудь обучение для детей. Вот как ты считаешь, нужно ли эти знания твоим детям? Пренепременно, потому что, как мама, я считаю, что даже, можно сказать, жалею, что эти знания мы не узнали, не получили раньше. Но, видимо, сейчас эпоха водолея только наступила, и большое счастье, что я их могу получить и передать, насколько могу, своему ребенку. Но если это будет построено на профессиональном уровне и от самого Александра Корнеева, это было бы презамечательно. Если бы это был какой-то лагерь, какие-то курсы, а может быть, это совпадало бы со школьными каникулами. И в этой игровой форме, в каких-то, я даже вижу, какие-то театры, театральные постановки, но это было бы вообще шикардос. Я думаю, сейчас люди, которые смотрят наше с тобой интервью и которые не в теме, наверное, думают, о боже, чему они там будут учить детей? Ну, я считаю, что мамочки и папочки не должны бояться, плохому точно не научат. И трансформируясь вместе с нами, вы поймете, что это очень важное звено, очень важный пазл, который просто необходим для наших детей, чтобы они могли быть адаптированы и вырастали в абсолютно гармоничных и счастливых людей. Ближайшее мероприятие состоится в Санкт-Петербурге в июне. Планируешь ли ты быть? Да, непременно. Я хочу быть там и я приложу все усилия. Причем мы будем планировать, уже планируем всей командой приехать. Это наши команды из Казахстана, из России. С Кипра. С Кипра, да, конечно. Вот, наша интернациональная команда непременно приедет. Отлично. А что ты порекомендуешь тем людям, которые только думают, ехать, не ехать? Может, кто-то живет в другой стране, как и вы? Может, кто-то живет в другом городе и сомневается, нужно ли быть? Что ты порекомендуешь? Я рекомендую быть пренепременно, потому что, во-первых, вы лично сможете познакомиться с нашим лайф-коучем. Вы лично узнаете наших прекрасных, хрупких создателей с этой компанией. Вы узнаете, познакомитесь с командой. Вы сможете не через экран телефона или вашего компьютера узнать эти сакральные знания, которые просто необходимы каждому из нас. Плюс это энергетика совершенно другая. Это командная работа. Это какие-то вещи, о которых вещают не с экрана, а только глаза в глаза. Нургуль, благодарю за интервью и до встречи в Санкт-Петербурге. Благо принимаю. До встречи в Санкт-Петербурге. Пока-пока. Пока-пока.